Здравствуйте! В эфире экспертная оценка. Тем, кто строит деревянный дом или баню, предстоит этап отделки стен. Сохранить фасад и внутренние стены – дело нелегкое и хлопотное. Поэтому давайте в этом выпуске узнаем все об особенностях отделки домов из дерева. В прошлом выпуске мы узнали об особенностях отделки домов из бревна и бруса. После усадки сруб требует целого ряда специализированных работ, только после которых можно вводить в эксплуатацию деревянный дом или баню. Что касается отделки бани, а именно парилки, здесь стоит обратить внимание на экологичные и долговечные материалы. Чтобы баня очень долго служила, мы делаем гидроизоляцию, на полу делаем слив и укладываем всю плитку. Чтобы был бы эстетический вид хороший, в парилке сохранился, мы используем такую древесину, как липа, абаш, кедр. Эта древесина не выделяет смолу, она всегда остается вот в таком же виде, как и сейчас, в белом. Абаш не набирает температуру, и вы будете комфортно себя чувствовать, да будете париться. Если от них выбрать хорошие материалы, то это строение вам будет служить долго и помогать укреплять ваше здоровье. По качеству работы большому опыту на рынке более 11 лет мы выбрали компанию Дока Сруб, готовые строения которой можно оценить на площадке дома и дачи у тандема. Мы узнали, сколько стоят основные этапы отделки дома. Краска для фасада стоит 750 рублей за литр, масло или масловоск обойдется дороже 980 рублей. Окрашивание дома можно сделать самостоятельно, а вот утепление стоит доверить мастеру. Если выбрать конопадку, то с материалом и работой выйдет 95 рублей за погонный метр, а герметик обойдется в 190 рублей. А сейчас получим совет от дизайнера по декоративной отделке вашего деревянного дома или дачи. Интересным решением будет применение архитектурного освещения. Направленный свет прожекторов подчеркнет текстуру дерева и увеличит высоту вашего пространства. Невероятно красиво смотрится эффект состаренного дерева. То есть с помощью броширования можно подчеркнуть фактуру дерева и переходы покраски. Снаружи красиво выглядят контрастные оттенки. Можно использовать черные обрамления, ограждения или выделить несущие конструкции балки черного темного цвета или коричневого, а все остальное сделать уже приглушенным. Что касается внутренней отделки, здесь уже в тренде светлые оттенки. Сейчас столько вариантов различных масел, красок, антисептиков, которые экологичны и защитят ваше дерево на много-много лет. Подводя итоги, надо сказать, что качественная отделка дома выполняет защитную функцию. Она позволяет продлить срок службы деревянного строения и минимизировать вредное воздействие погодных факторов, влажности, мороза, ультрафиолета. А в следующем выпуске экспертной оценки узнаем, на что ориентироваться при выборе и установке печки и дымохода в баню.